Мы братья, и мы играем в Magic уже 17 лет, с 2001 года. Пять лет. Два месяца. Более десяти лет уже. Кошмар. Моя первая игра была в отпуске, когда у нас была только одна колода на двоих. Мы поделили ее пополам, и мне рассказали правила, как вообще нужно играть. Он приводил меня вместе с собой, мне стало интересно, стало затягивать. В итоге потом мы пошли на обучение, нам дали стартовые колоды, и как раз-таки Альберт меня научил играть. Мама купила нам набор, колоду. Две колоды, может быть, две. Моя подруга достала набор разрозненных абсолютно старых каких-то карт. Часть земель была просто на картонках нарисована. Она сказала, ну ты просто выбираешь карты, какие тебе нравятся, и играешь ими. Ну я, кстати, выиграла в Центре. Я очень люблю магию, это мое самое любимое хобби. Настолько многоуровневая вещь, что интересно, даже если ты активно не играешь, все равно интересно очень следить. Интересные истории, интересные арты, интересные механики. Сама вселенная, она очень большая, то есть, в принципе, и лор интересно почитать. Классная игра. Мне нравилось, там, играя, что-нибудь себе такое, там, фантазировать. У меня в лорвине была дека с трифулками, да, и вот как в Макбете, когда лес пойдет в атаку на людей, вот, такие вот, литературные такие подоплеки сказочные, очень мне нравились такие вот вещи. И коллекционирование, и соревновательность. Нельзя выделить что-то одно, очень много плюсов. Моя стратегия, это внимательно слушать, что говорит Луис Скотт Варгас, и делать, стараться делать так же. Мой любимый плэнтсвокер, это Карн. Ну, потому что он пришел, и все. Джейс. Я себя с ним ассоциирую, разум, хитрость. Конкретно любимого нету, а не все любимые. Я сейчас раскрою секрет, мне кажется, его любимый плэнтсвокер в Раско, потому что он так кошку назвал. Мой любимый плэнтсвокер Джейс Билерин. Я был постарше, я подрабатывал тогда, я был студентом, и да, я помню, что у меня заканчивается ночная смена, и я получал зарплату и ехал на метро университет, покупал бустера. На любом большом мероприятии, если ты приходишь, они все воспоминания яркие, даже если ты проиграл, потом ты вспоминаешь, какую ерунду ты сделал и когда победил. То есть, на самом деле, надо почаще ходить именно на какие-то большие турниры, будет весело. Ну, Бессон — это общение, общение с друзьями, общение во время игры, обсуждение партий, подготовка к турнирам. Первое, во вторую и в третью очередь — это комьюнити общения. Мне нравится наше сообщество тем, что оно построено нами. Они все приходили на наших глазах, все росли на наших глазах. Это было довольно интересно наблюдать, помогать им прогрессировать и в том числе учиться у них чему-то новому. Мэджик, конечно, объединяет людей. Спасибо, магия.